Привет! Сейчас я вам расскажу, как стилизовать ваше готовое изображение в Stable Diffusion при помощи лора. Я вам расскажу в этом видео, что такое лора, как его использовать, как его устанавливать и где качать. Если вы вдруг запряги на это видео и не знаете, что такое Stable Diffusion, переходите в наш телеграм-канал, там вам подскажут, как его установить и как его использовать. Ну и в целом, переходите туда, там мы делимся опытом между собой и улучшаем наши работы вместе. Итак, приступим. И первое, что же такое лора? Лора это такие небольшие модели для Stable Diffusion, которые стилизуют ваше готовое изображение. Они очень легко обучаются по сравнению с обычными моделями, поэтому их очень много, все их делают и это на самом деле очень круто, потому что ваши финальные результаты благодаря лора можно очень классно стилизовать. Они бывают совсем разного вида, они бывают под персонажей, бывают под стилизацию окружения, под стилизацию финального результата, допустим, под киберпанк и так далее. Давайте я сначала вам расскажу, как установить лора, а после мы поиграемся с ним и в конце вам дам табличку, где я собрал 40 классных лор и также ссылочку на сайт, где их можно качать в еще большем объеме. Итак, давайте приступим. Откроем наш Stable Diffusion и куда же устанавливается лора? Если вы хотите установить ее в Google Collab, то переходим в Google Disk, в папочку Stable Diffusion в Abuse. Здесь нам нужно перейти в папку Models. И здесь папочка лора. Мы просто скачанный файл прям перекидываем вот сюда. Если же речь про локальную версию Stable Diffusion, то принцип тот же самый. Мы просто переходим в папку с нашим Stable Diffusion, папка Models, папка лора. И также сюда закидываем. Внутри Stable Diffusion обязательно нужно, чтобы было установлено расширение, которое так и называется лора. По умолчанию в автоматике, либо в более-менее новых версиях Stable Diffusion, оно уже должно присутствовать. Давайте для начала сделаем генерацию, которая будет без лоры. Посмотрим просто на стандартное базовое поведение модели. В данной ситуации я использую Abyss Orange Mix 2. Ссылка на эту модель есть также в нашем телеграм-канале в вкладке полезности. Ну вот, вариант по лучшему. У нас здесь прописан самый стандартный негативный промпт. Очень простой позитивный промпт. Просто открытые красные глаза. Зачем я прописал этот промпт, сейчас вам расскажу. После того, как мы установили лора, мы переходим в вкладку Extra Networks. Открываем ее. И здесь видим наши текстовые версии, гипернетворки, чекпоинты и лоры. Переходим в них, и здесь вы видите все установленные лоры. Притом, по умолчанию, они у вас будут без картинок. Будут выглядеть так, ноу-превью. И чтобы эти превью сделать, мы нужно сначала сгенерировать на основе этой лоры какую-то картинку. Сейчас мы сгенерируем глазик. Есть такая лора, как называется, глазик лора, буквально. Давайте ее нажмем на нее. Это нам добавит в позитивный промпт дополнительный текст. И давайте нажмем генерация. И вот такой результат мы получаем. То есть лора обработала изображение так, что у нас в кадре остался один только глаз. Он стал крупным. И его теперь отлично видно. Но более того, лора очень красиво его прорисовала. Давайте мы скопируем данный сид для того, чтобы всегда оценивать работы с одинаковым сидом. И понимать, как влияет лора на изображение. Давайте следующую лору, которую мы попробуем, это Варкрафт. Мы убираем лишнюю лору и ставим Варкрафт The Lore. И также нажимаем генерейт. Уже можно увидеть, что прорисовывается какое-то изображение в стиле Варкрафта. Оно и правда так. Прописан только открытый красный глаз. А лора прорисовала, в принципе, все остальное действительно в стилистике Варкрафта. Плюс сделаем небольшую пометку на то, что оно прорисовало так именно на этой модели. Должен заметить, что в принципе разные лоры будут работать на разных моделях. И более того, я вам советую, что когда вы выбираете какую-либо лору, с которой вы будете работать, вам нужно зайти в ее описание и почитать, как с ней работать. Потому что разные лоры работают хорошо с разными моделями, с разными настройками, с разными разрешениями. В зависимости от того, как они обучались, на основе чего они обучались. Например, вот Run-Man Style лора обучалась на 512-512 пикселей. Соответственно, лучше работать на этих разрешениях, а также она обучалась на модели Anything 3. То есть лучше использовать эту модель. И то же самое касается и других лор. В некоторых это прописано более подробно, в некоторых менее подробно. Но всегда стоит читать, чтобы использовать ее максимально эффективно. Например, для этой лоры использовалась вот эта вот модель. Итак, давайте вернемся в наш Stable Diffusion и посмотрим еще пару лор. Потом я расскажу, где это все скачать и дам табличку. Вернулись в Stable Diffusion, давайте теперь посмотрим, как создавать обложки для лора для дальнейшей и более легкой навигации. Давайте выберем какую-либо лору, в которой у меня еще нет обложки. Например, Top 100 Album Covers. Это прикольная лора, которая создает буквально обложки для альбомов. Если не ошибаюсь, она обучена... Сейчас мы ее откроем. Поп-пэ. А, сделан по-другому. Перейдем в наш документик. И возьмем ее отсюда. Там она действительно обучена на обложках группы Rolling Stone. И это довольно-таки прикольно, что мы можем создавать подобные обложки, используя генерацию Stable Diffusion. Давайте посмотрим, что Stable Diffusion генерировал. Это все еще анимешный стиль из моей модели, но мы вполне себе можем представить это как обложку какого-нибудь музыкального альбома. После того, как мы сгенерировали нашу картиночку, нам нужно просто нажать Replace, Review. И тогда наша картиночка переместится сюда, и мы будем видеть обложку и пример того, как работает этот стиль. Можно попробовать подобное проделать с каким-либо еще лорой. Например, с Good Scrub. Почему нет? Давайте ее поставим и также нажмем Generate. Мы получили наш результат. Он на самом деле уже очень сильно отличен от чего-либо другого. То есть не думая, что модель, которую я использую, действительно может создавать такие работы, а вот лора поверх модели вполне себе может. Поэтому можем тоже Replace. При этом, заметьте, там более моя старая работа, но где совсем по-другому. Это еще много чего зависит от входных и выходных данных. Ну, в большей степени читайте описание лор для того, чтобы понимать, как с этим всем работать. Где же эти все лора-то брать? Переходим на вот этот вот сайтик. Ссылочка на него в Телеграме. Переходим в фильтры и ставим лора. Здесь вы можете увидеть очень большое количество лора, очень большое их количество применений под персонажей, под стиле, под отображение и тому подобное. На самом деле, даже под актеров лора делают для того, чтобы упростить создание промптов именно определенных персонажей и актеров. Какое область применения это имеет? Вот, допустим, в той же анимации. Это очень облегчает создание анимации в плане похожести кадров между собой. Все, думаю, знают, те, кто делали анимации через Стейблда Фьюжн, что кадры имеют очень большую разницу между собой, из-за чего у нас получается эффект такого перепрыгивания с кадра на кадр, а вот лора могут немного это все сгладить. Также можем брать готовые фотографии, брать какие-то интересные лоры, допустим, лора инстайл коллаж арт, и прописав промпт, также коллажировать фотографию. В целом, я думаю, область применения вы и сами вполне себе представляете, это очень большое. Область применения даже просто разнообразит свои стандартные промпты, разнообразит использование своей модели, лора также помогает. И, наконец, я бы хотел с вами поделиться своей табличкой, где я отобрал, на мой взгляд, 40 самых интересных лор на данный момент, на момент съемки этого видео. А при том, я старался отбирать разные лоры под разные задачи, чтобы не было, допустим, там, 10 анимешных лор, которые делают плюс-минус одно и то же, а действительно какие-то разные интересные лоры. А также ссылочка на сайт, где можно поискать еще больше лор. Помимо этого, на этом сайте можно найти и текстовые версии, и модели, и на самом деле все, что угодно для Stable Diffusion. Очень классный сайт, всем советую. Спасибо, что посмотрели видео, надеюсь, вы узнали что-то новое и полезное. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok